Уже следующим автором, который рождает свою очередь, эта художница, она всегда занимается живописью. Мы видим довольно классическую, реалистическую живопись. Композиция, она обращается, зачем-то заимствует композиция загостренных портретов, те, где заводные москопейские живопись, истории, искусства. И здесь художница, она обращается к образу афроамериканцев, но, наверное, то, что отличает ее от многих авторов, которые работают с этой темой, начиная с британского искусства конца 80-х, где тоже многие художники проблематизировали позицию человекожего художника в детстве вообще истории искусства. Здесь она пытается как бы избежать этого колониального прошлого и показывает уже такой зажиточный класс общества и, собственно, пытается показать, каким бы образом могла сложиться история, если бы не было вот этой депутатизации, постоянно отказаться от образа жертвы и, грубо говоря, как бы можно было подписывать, да, какую-то историю без того, чтобы постоянно обращаться к этому бизнесу, чтобы он управляет, захватывает этого прошлого и отказаться от жертвы. И вот эти работы, они очень активные, иллюстративные и, собственно, все сюжеты навеяли самой книгой, которую написала автор. Книга не была опубликована, но эта книга стала подходом, основой для создания живописных произведений. Вот, сейчас я вас приглашаю в следующий сериал, где представлены наработок для лидера из ЮАР, и вот там художник есть новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok